Новочеркасск. С этим городом меня связывают сотни историй и интересных объектов, которые довелось посетить за годы путешествий. Заброшенные заводы и фабрики, бомбоубежища, школы, больницы, военные части, чего только не было. Была и культурная программа, всевозможные музеи, памятники, съёмка здешней архитектуры и так далее. В общем, материала хватит на несколько десятков роликов, но сегодняшний выпуск будет посвящён лишь одному месту и, пожалуй, самому известному – Новочеркасский войсковой собор. Площадь Ермака в Новочеркасске. Здесь расположен 2-й кафедральный собор Ростовской и Новочеркасской епархии и главный храм Донского казачества. С обеих сторон его окружают памятники, один из них – Ермаку Тимофеевичу. Бронзовый памятник чудом уцелел в огне потрясений гражданской и Второй мировой войн. Мысль о сооружении в Новочеркасске памятника знаменитому атаману возникла на Дону в 1870 году, в юбилейный год Донского войска. 6 мая 1904 года памятник был открыт. В правой руке Ермак держит сибирскую шапку – символ покорённого царства. В левой – русское боевое знамя. Поверх его одежды – кольчуга, дар царя Ивана Грозного. С ним, то есть с памятником, связано много легенд и историй. Например, что в годы оккупации немцы хотели его разрушить, зацепив тросом к тигру. Но если начать рассказывать всё это, да ещё и про саму личность вспомнить, наверное, ролик будет продолжаться до самого утра. Поэтому перейдём к следующему памятнику на противоположной стороне – памятник атаману Бакланову. Выполненный по проекту архитектора Набокова, он первоначально был установлен в Петербурге, в некрополе Новодевичьего монастыря. В октябре 1911 года, в связи с подготовкой 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года, после многочисленных ходатайш донских властей, памятник был привезён на Вочеркасск. Останки же самого Бакланова были помещены высыпальницы собора, куда мы спустимся чуть позже. Завершает обзор площади последний памятник под названием «Примирению и согласию». Его автором, как бы то странно ни было, является знакомый многим скульптор Скнарин, тот самый, который когда-то в соавторстве с другими ваял знаменитую советскую тачанку-ростовчанку. В общем, сначала ты делаешь тачанку, затем примиряешься. Таким образом, Скнарин в 2015 году так проникся духом согласия, что забыл изобразить звезду на Будённовке. Ну, бывает, случайность, наверное. Вы же любите случайности. На памятнике изображены с одной стороны та самая безликая Будённовка и винтовка, а с другой – казачья фуражка и шашка. На плите написаны следующие слова «Во имя памяти о прошлом, во имя настоящего и будущего казачества мы пришли к примирению и согласию». Слава богу, что мы казаки. Напомню, что в годы Гражданской войны часть казаков перешла на сторону красноармейцев, остальные остались на стороне белых. А затем, кстати, позже часть из них перешла на сторону Гитлера. Я ни на что не намекаю, это так, к слову. До основания города главным храмом Донского войска служил собор в Черкасске. Вознесенский собор был заложен и освящен при основании города Новочеркасска в 1805 году. Фактически же, строительство началось только 1 октября 1811 года. Автором проекта был архитектор Алози Русска. После того, как в 1818 году братья Русские покинули Россию, строительство собора продолжил архитектор Амвросимов. В 1846 году при сведении главного купола обрушилась часть храма. То же самое произошло позже со вторым вариантом собора, строившимся по проекту Вальпреде. Кстати, о нем и церкви за его авторством уже упоминал в одном из прошлых видео, можете глянуть по ссылке на экране. В 1891 году казаками было принято решение приступить к строительству третьего варианта собора. Проект разработал академик архитектуры Ященко. Строительство и оформление храма было полностью завершено к 1904 году, однако здание в целом осветили и открыли только 6 мая 1905. Он вознесся на высоту почти 75 метров, уступив по размерам только храму Христа Спасителя и Исаакиевскому собору. Затраты на строительство составили около 2 миллионов рублей. На колокольне разместили 9 колоколов, общим весом около 33 тонн. Первоначально все купола были покрыты червонным золотом, а главный крест инкрустирован горным хрусталем. Работы по золочению куполов проводила фирма Абрасимова из Санкт-Петербурга. А на фасаде фирма Альштвагер в 1902 году установила часы диаметром около двух метров. Сам часовой механизм расположен внутри собора и на него можно посмотреть вживую. Что происходило в годы революции и до начала войны информации слишком много и она, мягко говоря, противоречиво. Но точно известно, что собор был открыт в 1942 году во время немецкой оккупации. В послевоенные годы в подвальных помещениях находился продуктовый склад, а наверху, никогда не поверите, продолжали проводить церковные службы. То есть собор не был закрыт, хотя с каждого утюга нам говорят о сносе и закрытии церквей. Совпадение? Думаю, да. В 2005 году проводилась масштабная реконструкция. Здесь все как мы любим. Восстановление позавод и на куполах, возвращение горного хрусталя в крест и так далее. И это на фоне того, что вы видите на экране, ну или за окном любого провинциального городка. А еще несколько лет назад додумались закатать старинную брусчатку в асфальт. Самое интересное, что пресекли акт вандализма неверующие, которые наблюдали за этим беспределом. Не кто-то из РПЦ, а простые местные жители, которым было не все равно на историю этого места. Хотя я могу понять тех, кто не может подъехать на своем БМВ прямо ко входу и вынужден парковать машину аж в 50 метрах от собора. Ну а теперь перейдем к непосредственной прогулке по объекту. Внутрь собора зайдем чуть позже, сейчас спустимся под него. Это нижний ярус, храм Крипто. В соборе захоронены остатки героев Отечественной войны 1812 года. Платова, Орлова-Денисова, Ефремова и участника Кавказских войн генерал-лейтенанта Бакланова. Кстати, если обратили внимание на красные квадраты на полу, это место для будущих захоронений. Послушав скучную экскурсию, отправляемся смотреть на стилажи и шкафчики рядом. Здесь хранятся различные документы тех времен, старые фотографии и прочее. В общем, что-то из серии небольшой музейной экспозиции, но крайне уныло, если честно. Куда интереснее самый нижний ярус подвалов, аж минус 15 метров относительно уровня земли. Во времена неработающего дренажа, грунтовые воды поднимались здесь до двух метров, и по коридорам можно было плавать на резиновой лодке. Забавно, что воду откачали относительно недавно. Что мешало до этого, неясно. Зато было упомянуто, что виноваты в этом большевики, нарушили, видите ли, ливневую систему. Совпадение? Думаю, да. Еще тут есть вот такие интересные пирамиды, которые призваны распределить вес постройки более равномерно. Интересная задумка принадлежит архитектору Лимаренко. Ну и, конечно, не могу не затронуть мучающий многих искателей приключений вопрос, а где тот самый подземный ход от собора к одному из соседних зданий? Увы, мы его не обнаружили, а потом нам и вовсе сообщили, что он давно заложен. Пришло время зайти в сам собор. Первое, что обращает на себя внимание, это световой барабан диаметром 22 метра. Под куполом имеется балкончик, где в давние времена пел небольшой хор. Нахождение внутри собора иногда портят какие-то невежды, громко разговаривающие по телефону, делающие селфи и не знающие элементарных правил поведения, пусть то будет храм или что-то другое. Я ничего не имею против верующих людей, но как-то это странно выглядело. Сначала сделать селфи, а затем бегом креститься. Собственно, поэтому охрана и местные женщины в платках бегают и наводят порядок. Докопались и до нас, хотя мы никому не мешали и аккуратно снимали центральный зал в стороне от всех. Ну а теперь наконец-то пришло время почувствовать себя царем, то есть подняться в царское ложе. Правда, позаседать царю здесь так и не довелось, немножко не успел. Позади находятся несколько помещений с огромными картинами. Вот, например, Петр Первый из закладка флота в Воронеже, Азовское сиденье, Ермак перед Откуйтием и так далее. Возможно, что кто-то спросит, а где же изображения святых, иконы и прочее. Если что, большевики тут точно ни при чём. Сами казаки изначально решили, что эти помещения будут отведены под различные переговоры и встречи, поэтому такое оформление. Надо, конечно, отметить, красота невероятная, как и вся храмовая роспись в целом. Как говорится, дорого богато. К слову, на полу до сих пор уложена советская плитка, если я ничего не перепутал. Она уже в таком ушатанном состоянии, что порой неудобно даже ходить, так как создаётся треск, и все смотрят на тебя, будто именно твоя нога сломала кусок плитки. Экскурсоводом в тот день был молоденький паренёк, который не брезговал через предложение упоминать про большевиков, но делал это аккуратно. Из серии «Пну», но не сильно, чтоб никто не начал дискутировать. Вообще, рассказ его был каким-то скомканным и, надо признать, скучным. В прошлый раз мне попался другой экскурсовод, и было куда интереснее. Но тут уже ничего не поделаешь. Придётся слушать. Здравствуйте, гости. Сейчас мы с вами поднимаемся также по одному, по одной из исторических лестниц нашего храма. И посмотрите, когда будем находить в это окно, видна часть площади, на которой происходила встреча императора Александра III с его государством и императрицей Валерью Додоровной, когда получает Пернач, да, повторюсь, Пернач — это знак атаманской 20-го дону. И вот прямо посмотрите, стоит памятник Донскому Атаману Баклановну. Этот памятник, он был сделан не специально для нашей площади, его перевезти к нам из города Санкт-Петербурга. И в уроках истории, я надеюсь, кто-то помнит, что Бакланов в последние годы своей жизни доживал не на своей земле, то есть не на Донской. Проживал он в северной столице, в городе Санкт-Петербурге. Проживал он в нищете, в болезнях. И когда он скончался, благодарные донцы, наши с вами земляки, отправили, собрали и отправили пожертвования на похороны Бакланова. Он был похоронен там на кладбище, и вот этот памятник стоял у него на могиле. И когда в 1910 году наши донские казаки решили собрать все останки донских героев в одно место, то есть крипту нашего нижнего храма, они решили Бакланову тоже перенести в нижний храм. И решили, что оставлять памятник Бакланову в Санкт-Петербурге смысла нет, и вместе с останками они его перевезли к нам и установили здесь на площади. Но сейчас, к сожалению, с вами виден не первостатый вид этого памятника, так как в 30-е годы когда большевики пришли в наш город, памятник был, ну, немножечко, так сказать, обворован. Потом уже со временем, после 60-х годов, его восстановили. Заключительная часть экскурсии всех нас повели на колокольню. Путь до нее пролегает по колонной чугунной лестнице. Производство ростовского заводика, который будет знаком многим. Ныне, конечно же, его уже не существует. Перила имеют очень характерный узор, который можно встретить по всему Новочеркасску. Все это производство бывшего завода Фаслера, впоследствии завод Никольского, который сейчас стоит заброшенным. И последняя лесенка, теперь уже винтовая. Надо признать, что очень крутая. Причем во всех смыслах. Сейчас мы с вами поднялись на одну из самых высоких точек в нашем городе 74,5 метра. И посмотрите, колокола нашего храма, они не исторические, были отлиты в 1990 году в городе Воронеже. И вот этот самый большой колокол на нашей колокольне, он весит всего-то полторы тонны. Но на этом месте до 1930 года висел колокол 11,5 тонн, который был перевезен к нам из станицы Старочеркасски, из колокольни Воскресенского войскового Всеказачьего собора. Но в 30-е годы, к сожалению, этот колокол сняли и переплавили. Отсюда можно наблюдать за всей округой, ну и за пятью тысячами квадратных метров золотого покрытия. Место для храма изначально выбирали такое, чтобы и его, и с него можно было видеть всю округу. Правда, о заметке ради, я все-таки узнаю Новочеркасск, когда вижу трубы гряз, а не блеск куполов. Ведь когда-то было время, что город ассоциировался в большей степени с промышленностью, а не с религией и казачеством. Редактор субтитров А.Семкин